Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома. Давайте напишем историю вместе. Прекрасная юность. Поиски правды. Вспывшиеся надежды. И данные обещания. Флэшмобы в Фейсбуке. И случаи из нашей жизни. В студии Радио Болтком. По пятницам в три часа. В программе Очевидец. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы в программе Очевидец. Обсуждаем тему образования в межвоенный период в Латвийской Республике. И эту тему комментирует человек, который, можно сказать, большую часть жизни посвятил ее изучению. И много статей написал на эту тему. Это историк Татьяна Дмитриевна Фейгмана. Добрый день. Здравствуйте, Людмила. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Итак, мы хотим рассказать о том, как развивалось латвийское образование. И, конечно, в первую очередь это было связано, собственно, с остановлением образования на латышском языке, поскольку появился первый вуз, который преподавал на латышском языке латвийский университет. Как известно, Рижский политехнический институт, который работал с 1862 года в Риге. Первоначально преподавание вел на немецком языке, потом на русском языке, а вот на латышском, собственно говоря, высшего образования получить было невозможно. Поэтому эта тема стала обсуждаться еще в период проведения первых таких конгрессов общественности латышской в 1917 году в Тарту. Конгресс учителей прошел. И вообще тема того, как создавать вот эту систему преподавания, обучения, линейки образования от начальной школы до высшего, она была актуальна и обсуждалась в кругах социал-демократических, наверное, еще с первого конгресса народных учителей, который проходил в годы первой русской революции в 1905 году. Соответственно, вот эти идеи начали реализовываться, и первоначально они реализовывались на такой широкой демократической базе. Однако стоит, наверное, обратиться к истории о том, как происходила передача традиций образования, поскольку в Риге существовала традиция гимназий, и гимназии эти были очень солидные. Гимназии давали очень хорошее образование, старты. Мы знаем многих выпускников и Александровской гимназии, и Николаевской, и Ломоносовской, прославленных, оставивших большой след в истории. И вот эти учебные заведения, как, собственно говоря, и Рижский политехнический институт, были эвакуированы в годы Первой мировой войны, когда Ригу заняли немецкие войска, и какие-то из них удалось в том или ином виде вернуть и сами учебные заведения, преподавательский состав, инвентарь, какую-то базу. Какие-то совсем сгинули. Вот давайте, Татьяна Дмитриевна, об этом поговорим, и начнем мы, наверное, с самой системы организации образования, как она строилась, кто были люди, которые вот эту систему закладывали, каким образом строились отношения государства и национальных меньшинств, так сказать, подтверждения или утверждения статуса латышского языка в образовании и его сосуществования с другими языками в образовании. Вот такая широкая тема, я не знаю, успеем ли мы сегодня все это осветить, но мне кажется, есть очень много интересных моментов, которые вы отражали в своих материалах и которые малоизвестны широким слушателям. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, и вы можете задавать свои вопросы, может быть, если у вас какие-то есть по поводу вот этого межвоенного периода в образовании, и звоните в студию по телефону 672-12-93-9, 672-13-93-9. Итак, Татьяна Дмитриевна, вот начнем, может быть, с гимназий, да? Александровская гимназия, в которой сейчас находится Латвийская музыкальная академия, Николаевская гимназия, где находится сейчас Рижский политехникум, Ломоносская гимназия, где сейчас находится Институт математики Латвийского университета, это были, ну, как бы столпы образования в Риге и учебное заведение с очень большими традициями. Вот удалось ли сохранить эти традиции? Каким образом они преобразовались вот в эти межвоенные годы? Ну, я бы начала с того, что ситуация, вот буквально вот за годы, начиная с 1915 по 1919 год, она кардинально изменилась, и кардинально изменилась и система образования. То есть в новых условиях нужна была новая школа. Если раньше, вот как вы справедливо заметили, значит, тот же Рижский политехникум первоначально работал на немецком языке, а потом уже в конце 80-х, начале 90-х перешел на русский язык. То есть образование на территории Латвии, оно пережило как бы два таких периода. Это период германизации и последовавший, затем, период русификации, начавшийся где-то в 80-е годы. Да, первые русские гимназии в Риге появились в конце 60-х годов 19-го столетия. Это названная вами уже мужская Александровская гимназия и женская Ломоносовская гимназия, в которой действительно учились многие известные люди и которые пользовались большой популярностью среди местного не только русского, но и латышского, и подчас немецкого населения. Но ситуация изменилась. Как мы знаем, 18 ноября 1918 года возникло новое молодое латвийское государство, и, соответственно, возникла и необходимость реорганизации системы образования, потому что ту систему, которая существовала ранее, она уже для нынешних условий была непригодна. Естественно, что о какой-то русификации речи уже быть не могло, и латыши наконец-то получили право и возможность создавать свои учебные заведения. И поэтому в 1919 году, 8 декабря, были приняты очень два важных судьбоносных закона. Это закон о просветительных или образовательных учреждениях Латвии и закон об организации школ национальных меньшинств. Ну, для нас важнее последний закон. Последний закон предоставлял возможность всем этническим группам, которые могли скомплектовать класс или тем более школу, открывать свои учебные заведения и спонсироваться со стороны государства или самоуправлений. Что, в общем-то, и началось. Уже в начале 1920 года был создан при Министерстве образования департамент национальных меньшинств, а при департаменте национальных меньшинств возникли соответствующие национальные отделы. Это русский отдел, еврейский отдел, немецкий отдел, польский отдел и даже белорусский отдел. Хотя белорусов было не так много, однако Янис Райнис вот как раз был тем человеком, который инициировал создание белорусского отдела. Ну, первым руководителем русского отдела стала известная очень в Риге директриса частной гимназии Олимпиада Николаевна Лишина. Ну, видимо, на ее долю выпала слишком сложная задача, и кроме того, я думаю, что тут сыграл и гендерный фактор, то, что вдруг на таком высоком посту оказалась женщина, это было непривычно для того общества, из которого мы вышли, скажем так, вот в результате тех перемен, которые произошли в России и которые вообще стали происходить и в мире в целом. То есть роль женщины стала возрастать. Но тем не менее женщинам, как мы знаем, прокладывать дорогу было очень сложно. Но она с 908 года имела в Риге свою частную гимназию, но через год ей пришлось уйти. Ее место занял другой известный в Риге педагог Федор Александрович Эрн, по происхождению швед, но вполне обрусевший, и который попал в Ригу еще в 80-е годы XIX века. Он был направлен в Ригу, потому что не хватало учителей в Риге, владевших русским языком, а школы в эти годы переводились на русский язык обучения. И, кстати, он потом в своих воспоминаниях очень негативно оценивал вот ту политику царского правительства, которая проводилась в области школьного дела. Но он к этому времени уже к началу 20-х годов был человеком пожилым и тоже продержался недолго. Ну и, наконец, в 1923 году начальником русского отдела стала очень интересная в русских кругах личность. Это профессор, старобрядец Иван Феропонтович Юпатов. Он окончил, кстати, выпускник Александровской гимназии, потом он окончил Петербургский технологический и Одесский политехнический институты. Стал делать карьеру по научной части и стал профессором. И в последние годы он был ректором создававшегося в то время Алексеевского Новочеркасского политехнического института. То есть это были вот уже эти годы, когда в России стали больше внимания уделять проблемам образования, особенно образования технического. Однако, когда ситуация изменилась, профессор вернулся назад в родную ему Латвию. И, в общем-то, он понимал, что ему вряд ли удастся получить место в только что созданном Латвийском университете. И поэтому, на мой взгляд, он, в общем-то, с радостью принял должность начальника русского отдела. И за небольшим перерывом он находился на этой должности вплоть до ликвидации русского отдела, ликвидации школьной автономии после установления диктатуры Ульманиса в 1934 году. Ему, конечно, принадлежит большая заслуга в том, что в эти годы русская школа работала и развивалась. Ну, значит, школа получила автономию. То есть начальники отделов, они не только ведали проблемами школы, но, что интересно, они занимались и проблемами культурных, культуры своих национальностей. Например, очень остро стоял вопрос о русском театре, о его финансировании. Были разные споры. Среди русской общественности, как вы знаете, не только сейчас, но и в те времена, согласия не было, были разные мнения, борьба мелких самолюбий, я бы сказала. Но от начальника русского отдела, в общем-то, зависело многое. Кто назначал начальника русского отдела? Тоже интересный вопрос. Его назначали никто иной, а русские депутаты Сейма. Ну, до Сейма там было учредительное собрание. Первые были лица назначены учредительным собранием, а потом русскими депутатами Сейма. Так что это люди были вполне самостоятельные, и они не находились в непосредственной зависимости от структур министерства образования. Но, тем не менее, я не хочу идеализировать ситуацию, хотя в начале 20-х годов ситуация для национальных меньшинств была сравнительно благоприятной в новом государстве. Во-первых, уже упомянуты мною законы об образовании, и, во-вторых, закон о подданстве был вполне либеральный. То есть все граждане бывшей Российской империи, которые жили на территории Латвии до 1914 года, или имели недвижимость на ее территории, имели право на получение латвийского подданства. Но, тем не менее, состав населения после Первой мировой войны, революции, претерпел существенные изменения. Часть, эвакуировавшиеся по разным причинам в Латвию, не вернулась. Но в то же время Латвия пополнилась людьми, которые не жили здесь до Первой мировой войны. И я бы отметила, что как раз костяк интеллигенции, культурный слой, составляли люди, которые в большинстве своем прибыли с этой эмигрантской волной в начале 1920-х годов. Это же касалось и учителей. Например, в начале 1920-х годов было очень много учителей, не имевших латвийского подданства. И вот выходит вдруг циркуляр о том, что нужно заменить учителей, не имеющих подданства, на тех, кто его имеет. И вот здесь сразу русская общественность активизируется. И большинство тех учителей, которые как бы подлежали увольнению, их удалось сохранить. И я хочу вообще заметить, что русская общественность, несмотря на свою раздробленность, когда дело касалось школы, она все-таки умела преодолеть противоречия и объединиться. Хотя все равно, в сравнении с немецкими или с еврейскими национальными меньшинствами, русские где-то шли в хвосте за названными мною. Ну, я бы хотела заметить вот насчет гимназии. Ну, первая такая ласточка, которая появилась в 1919 году, это создание Рижской городской русской средней школы. Ну, организаторы этой школы поначалу пытались доказать ее правопреемственность с бывшей женской Ломоносовской гимназией, эвакуировавшейся в 1915 году. Однако им это не удалось, и в результате они получили название, как я уже сказала, Рижская городская русская средняя школа, и самое главное, что они не получили то здание на бульваре наследника, или, как мы знаем, это теперь бульвар Айниса, и в результате до 1929 года школе пришлось ютиться в разных помещениях, и только в 1929 году они получили постоянное помещение на улице Аккос, где теперь работает часть классов Рижской сороковой средней школы. Но вот парадоксальная ситуация произошла, что несмотря на то, что официально в межвоенные годы гимназия, городская гимназия, не получила им наименование Ломоносовской, и учителя, и учащиеся называли себя ломоносовцами. И даже когда в 1935 году власти, гаврилические городские власти отказались финансировать, то есть они не отказались прямо, но сказали, что у города нет денег, и резко сокращается финансирование, что практически означало, что гимназии придется закрыться. И ей предложили слиться с более слабой гимназией, а именно Рижской русской правительственной гимназией, которая была основана в 1922 году. И я хочу сказать, что основателем вот этой гимназии была очень известная личность. Это Эль Петефор Михайлович Тиханицкий. Ну, он в чистом виде эмигрант. Он прибыл в Латвию в 1920 году, в общем-то, случайно. Он до этого работал, сам он родом из Вятки, нынешнего Кирова, работал в Пскове. Когда началась гражданская война, он оказался на территории Эстонии, но в Эстонии почему-то места для него не нашлось, и его пригласила в Ригу одна из еврейских гимназий преподавать русский язык. И он, в общем-то, активно включился в местную жизнь, основал вот эту русскую гимназию. Правда, через два года ему предложили оставить место директору в связи с тем, что у него на тот момент не было латвийского подданства. Но через год он это подданство получил, и уже в 1925 году он стал депутатом Второго Сейма Латвии. И будучи депутатом, он сделал одно очень такое благое дело. Он создал Рижское Русское Просветительное Общество, которое среди многих прочих культурных начинаний инициировало и проведение Дней Русской Культуры в Латвии. Ну, если говорить о гимназиях, и если мы посмотрим в статистику начала 20-х годов, середины 30-х, потом конец 30-х годов, то она будет очень, ну, на первый взгляд у человека несведущего она может вызвать очень много вопросов. Ну, я бы заметила, что статистику никогда нельзя воспринимать вот так. Напрямую. Вникать в цифры, пытаться их понять. Дело в том, что в начале 20-х годов ведь всё идёт ещё как-то по инерции. Нельзя сразу из одного общества перейти в другое общество. И поэтому многие школы сохранились ещё с царских времён и продолжали работать. Но если посмотреть, считались русскими, но если посмотреть состав их учащихся, то во многих из них почти не было русских учащихся. Я могу даже привести пример одной из самых русских школ. Это я возьму частную гимназию Олимпиады Лишиной. Так вот, в этой гимназии в 1924-25 учебном году обучались 22 латыша, 11 немцев, 91 русский, 87 евреев, 4 поляка. Ну и вот так, это основные. То есть мы видим, что даже русские в этой школе не составляли большинства учащихся. Я уже не говорю о некоторых школах, как, например, где, вот, предположим, гимназия, гимназия, возьмём Клевер, где вообще было 6 латышей, 8 немцев, двое русских и 93 еврея. Ну, это примерно такая вот ситуация была во многих частных гимназиях, которых было в то время очень много. И, естественно, что... Татьяна Витальевна, извините, я вот буквально на секунду вас перебью, вас задам такой... ...относительно принадлежности их. И поэтому в середине 20-х годов вот особенно заметно, что часть таких гимназий переходит в ведение или еврейского отдела, или общего отдела. И поэтому число русских школ сокращается. Однако святое место пусто не бывает. Создаётся сеть так называемых государственных гимназий, или в русских источниках их обычно именовали правительственными гимназиями. Хотя в латышском языке проявляется всегда термин «ваус» в гимназии. Но русские даже в официальных документах, в аттестатах выдаваемых всегда писали правительственные. Так вот, значит, в начале 1920-х годов создаётся, я уже говорила, в Риге правительственная гимназия, в Резакне и в Даугавпилсе. В конце 1920-х годов, в 1926-м году возникает русская правительственная гимназия в Луцзе. И в 1931-м году, ну, я у Латгалы Абрана Пыталова, я думаю, слушатели меня поймут, да, принадлежность этого города, что в то время Пыталова одно время входил в состав Латвийской республики с 1920-го по 1944-й год и именовался первоначально Яун Латгалы, а в конце 1930-х годов был переименован в Абране. Однако ситуация, если посмотреть, и здесь вот как раз большая заслуга русского отдела в создании этих гимназий. Были еще и русские педагогические курсы, русский педагогический институт, ну, его учительский институт, но его не надо приравнивать с современными педагогическими учебными заведениями. Туда принимали, как правило, тех, кто окончил полную основную школу, то есть шесть классов, и он по окончании этого института получал диплом, дававший возможность преподавать тот или иной предмет в основной школе. Ну, если говорить о преподавании в гимназии, то там могла идти речь только о выпускниках уже высших учебных заведений. Если мы посмотрим преподавательский состав гимназий, вообще, я хочу, чтобы слушатели поняли, вот это тоже игра слов, что школа, то гимназия. Как и в наше время, в те времена тоже менялись подходы, менялись названия. Например, та же Рижская городская средняя школа до 29-го года так и называлась, а с 29-го года она называлась гимназией. То же касается и правительственных учебных заведений. Поэтому здесь немножко вот просто я как бы заостряю внимание, может, кто-то обратил внимание на то, почему я употребляю то один, то другой термин. Если говорить о преподавательском составе гимназии, то в основном это были еще люди, которые окончили учебное заведение в дореволюционной России. Поэтому одним из таких острых вопросов это был вопрос о замене их новыми педагогическими кадрами. Сложным был и вопрос учебников. Поскольку по учебникам тоже приходилось учиться или дореволюционным, или, вот я знаю, что учитель истории Иван Иванович Кёллер, например, читал своим ученикам лекции. Ну, были и попытки написать местные учебники, и тот же Кёллер писал, и Тиханицкий писал, и известный всем историк Роберт Виппер, который работал в эти годы в Латвии, тоже писал учебники для средних школ. Но, тем не менее, наверное, все-таки они не успевали как бы все охватить, все те новинки, которые появлялись в это время, особенно в области, естественно, научной. И здесь, может быть, я бы сказала, что наши учащиеся несколько отставали по своим знаниям от учащихся других стран, где были лучше. Но если сравнить русскую школу в Латвии с русской школой в русском зарубежье, то там в основном были эмигрантские школы. А что касается Латвии, то в Латвии такого вообще понятия эмигрантской школы не было. Поскольку в Латвии было значительное число местного коренного населения, это в основном, правда, была Латгалия, которые никоим образом к числу эмигрантов не принадлежали. Поэтому, не будучи эмигрантскими, школы должно было поддерживать государство. Но программы русских школ, как и школ других национальных меньшинств, должны были соответствовать программам латышских школ. И преподавание латышского языка начиналось со второго класса, с пятого-шестого класса, а затем и с третьего-четвертого класса основной школы. Преподавание истории и географии Латвии тоже должно было вестись на латышском языке. Но от учителей требовалась задача экзамена по латышскому языку. Если бы вы начально на это смотрели власти сквозь пальцы, то постепенно давление нарастало, и учителя в большинстве своем с этой задачей справлялись, поскольку задача ставилась, насколько я знаю, тоже не особо сложная. Первоначально была задача в объеме четырех классов основной школы латышской знать язык. Но если говорить вообще об управлении школой, то основная школа вообще оказалась почти с самого начала вне компетенции русского отдела. То есть его компетенция осталась в гимназии, и вот эти русские учебные заведения, которые готовили учителей. А основная школа оказалась в ведении самоуправлений. Ну, здесь тоже я должна заметить, что цифры тоже разнятся, но эти цифры связаны во многом с тем, что происходил процесс укрупнения школ, и это, в общем-то, справедливый процесс, поскольку многие школы в начале 20-х годов работали совершенно в латгалии, в неприспособленных помещениях. Подчас в одном помещении одновременно работали несколько классов, и один учитель одновременно работал с несколькими классами. Все это имело место быть, но постепенно ситуация улучшалась, и уровень образования повышался. Ну, правда, если говорить об основной школе, здесь возникали проблемы, что в связи с укрупнением школ, зачастую школы находились далеко от места жительства, родители не могли отправлять детей туда, и дети начинали ходить в латышскую школу. И вот здесь тоже возникал интересный момент, что часть вот таких детей, которые не получали подпитки дома, где дома не было какой-то известной культурной среды, и эти дети зачастую ассимилировались и уже латышским языком, выходя из школы, владели лучше, нежели своим родным языком. Но я должна еще на такой цифре остановиться. Это с чего, может быть, и надо было начинать. Это уровень грамотности. Уровень грамотности русского населения, к сожалению, в 2020 году был крайне низок. Это примерно 43% из тех, кто старше 10 лет умел читать и писать. Причем снижение уровня грамотности шло главным образом за счет Латгалии. Но благодаря работе русских школ и русского отдела за 10 лет уровень грамотности в Латвии удалось поднять до 63%. Тем не менее, в этом плане русские заметно отставали от... Первое место занимали немцы, потом евреи и латыши. Заметное отставание было. Даже русские уступали чуть-чуть и белорусам в этом плане. Я еще должна заметить, что хотя основное образование, оно было двуступенчатым, оно было, значит, первая ступень 4 класса и полное образование, основное 6 классов, однако оно было обязательным и бесплатным. То есть здесь мы не можем говорить, что бедные родители не могли послать детей в школу. Однако, если посмотреть статистику, то лишь немногие... Ну, процент очень небольшой тех, кто заканчивал полную основную школу и после этого пытался поступить в гимназию. Но я бы приведу, например, такие цифры, что по данным русского ежегодника на 38-й год, на тысячу русских граждан Латвии приходилось только 7 учащихся, продолжавших образование после основной школы. 7. У латышей эта цифра составляла 18, у поляков 12, у немцев 29, у евреев 30. Или другое сравнение. У русских продолжали образование каждый 22-й ученик основной школы, то есть шел в среднюю школу, у латышей каждый 14-й, у поляков 9-й, у немцев и евреев каждый 4-й. То есть, ну, мы видим разницу. Хотя, когда мы говорим о русских, мы должны как бы четко разделять тот элитарный русский слой, который жил в Риге, высокообразованный русский слой, и основной массив русского населения, живший в Латгалии. Ну, говоря об этом, я хочу оговориться. Вот я работаю над сайтом «Русский Латвий», и там мне приходится сталкиваться с биографиями разных людей. И вот на что я обращаю внимание, что русская Латгалия, вот несмотря на то, что я перед этим сказала, она очень многое впоследствии дала уже нашей науке, нашему образованию. Очень многие известные люди были выходцами именно из крестьянских латгальских семей. Ну, они уже стали такими известными людьми в последующем? Ну, они при советской власти стали. При советской власти. Получили известность, да. Ну, как бы азы, основы образования, они получили в Латвийской республике. Татьяна Дмитриевна. Например, такой доктор Анатолий Никитин, профессор, да. Вот он учился, значит, закончил школу основную в Латвийской республике, среднюю школу уже после войны, потом медицинский институт, и в результате стал очень известным врачом-хирургом. И таких можно, примеров, найти много. Вот по поводу учебников, да, вы обратили внимание на этот вопрос, и я хотела спросить, как вообще вот этот учебно-методический материал формировался, ведь и для латышских школ нужно было, собственно, создать эти все учебники, ну, с нуля, или основываясь на достаточно небольшой базе. Вот как финансировалось это в то время, да, как издавались эти учебники, кто определял тиражи и так далее, вот эти запросы, можно ли было их купить свободно, или они распределяются через школы? Ну, я скажу вам так, что я непосредственно учебниками не занималась, но я понимаю, что делом издания учебников ведало Министерство образования, да, и оно и финансировало издание учебников, хотя не исключено, что кто-то мог и частным образом издать свой учебник, если у него такое желание было, да. Поскольку с учебниками, особенно и в латышских школах, ведь учебники тоже, большинство учебников приходилось создавать с нуля, поскольку до этого учились в основном по дореволюционным русским учебникам. Конечно, еще и в 20-е годы использовались дореволюционные русские учебники, они не могли появиться сразу, да, это должно было пройти время, нужно было вложить большой труд в создании этих учебников. И эта работа продолжалась, она шла все годы, вплоть до 40-го года. Татьяна Дмитриевна, а как объяснить вот этот огромный разрыв в грамотности между русским населением, ну и, может быть, самым таким элитарным, немецким населением, поскольку немцев было относительно мало, но это был господствующий класс долгие годы, и, естественно, что это были самые образованные люди в межвоенный период в Латвии. Как бы вы говорите о русификации, о том, что императорская Россия продвигала, так сказать, образование именно на русском языке, и при этом русские, ну, как сапожник, без сапог остались. Ну, вы, собственно говоря, уже даже ответили на свой вопрос, да? Да, действительно, русские составляли где-то 10,5%, примерно 200 тысяч в составе населения. Немцев было где-то не более 5%, где-то около 70 тысяч. Но немцы, в отличие от русских, они составляли верхний слой общества. То есть они, у них образование было, всегда они имели образование, и оно у них, были свои традиции заложены уже давние, и, естественно, что это было бы очень странно, чтобы, как бы, немцы не отдали бы своего ребенка в школу. Потому что среди немцев практически, ну, может быть, единицы были таких сельских жителей, да. А русских их было большинство. Тут есть большая разница в социальном составе населения. И потом традиции, ведь первоначально все образование на территории Прибалтийского края закладывалось на немецком языке. И ведь, например, первая русская школа вообще на территории Риги возникла в 1789 году. Это было Екатерининское уездное училище. И долгое время это была единственная школа, которая давала образование на русском языке. Остальные школы работали на немецком языке. И многие русские, зажиточные русские, которые здесь жили в 19 веке, они предпочитали отдавать своих детей вот в немецкую школу для того, чтобы, поскольку все дело производства здесь велось на немецком языке. В гильдиях разговоры шли на немецком языке. И часть русских в то время, хочу заметить, анимечилась. Например, был в свое время такой известный историк Арбузов, который анимечился. И в результате не только он, но и многих русских на конце вместо буквы В стали писать две буквы Ф. И я хочу сказать, что еще интересный момент, что в этот период 19-го столетия в русской среде появились довольно-таки сильные пронемецкие настроения. И эти настроения были довольно сильными, ну, скажем, вплоть до окончания Второй мировой войны. А с чем это было связано? С чем это было связано? Вы знаете, как-то вообще, мне кажется, что отношения складывались довольно неплохо между русскими и немцами. Ведь если говорить о прибалтийских немцах, азейцах, ведь они в большинстве своем верой и правдой служили русскому престолу. Многие генерал-губернаторы, которые сюда назначались, были немцами. Образование получали немецкое, тот же Дерптский, потом Юрьевский, ныне Тартусский университет. Долгое время, до 90-х годов, работал на немецком языке. И вот как-то вот эти отношения складывались довольно-таки благоприятно. И вообще, если посмотреть, даже период, многие документы периода даже русификации, что мы видим? Мы видим, что издавалась, например, рижская полицейская газета. Причем считалось, что ее должны понимать все жители края, поэтому она публиковалась на трех языках. На русском, немецком и латышском языке. Использовались также открытки, возьмем старые, мы тоже видим там надпись. если мы увидим остановки общественного транспорта, надписи на трех языках. Так что тут в этом отношении, мне кажется, стоило бы поучиться кое-чему и перебрать, перенять опыт. И опыт из того периода. Хорошо, Татьяна Дмитриевна, мы вот сейчас немножечко сделали такой общий экскурс в систему образования в межвоенной Латвии, в том числе с акцентом на образование национальных меньшинств, в частности русского национального меньшинства. Обратили внимание на многие такие диспропорции, которые были в образовании того периода, и которые были обусловлены, может быть, и социальным составом населения, и каким-то наследием прошлого, которое не было преодолено, поскольку в сельской местности образование было менее доступно. И мы увидели, что в той системе, которая складывалась в начале 20-х годов, вот проявились такие общедемократические принципы, когда национальным меньшинством было обеспечено не только право обучаться на родном языке, но и определенная школьная автономия, то, за что сейчас борются вузы латвийские, за сохранение академической свободы и автономии от государственного диктата в формировании учебного процесса, программ и так далее. Очевидно, что здесь было много героев в этой истории, было много подвижников, которые жизнь положили на то, чтобы образование в Латвии развивалось, чтобы создавались учебники современные, чтобы готовились новые кадры и так далее. Мы только приблизились к этой теме и часть вопросов, которые я наметила обсудить, осталась за рамками, поэтому я хочу попросить вашего согласия на то, чтобы продолжить эту тему в следующих выпусках нашей программы. Благодарю вас за обстоятельный рассказ. Напоминаю, что Татьяна Фейгмана руководит проектом сайта «Русские в Латвии». Это энциклопедический сайт, который фактически по крупицам собирает информацию об истории, о людях, которые внесли значительный вклад в культуру нашей страны. И я всех призываю обращаться к этой странице, смотреть, читать, потому что иногда цепочка информации ведет тебя к новым и к новым горизонтам, и ты открываешь для себя много нового, интересного, незнакомого, и находишь в истории какие-то отметки, какие-то вехи, за которые можно держаться, к которым можно обращаться. И я думаю, что это очень важная работа. Спасибо вам огромное за то, что вы ее делаете, за то, что люди замечательные, оставившие свой след в истории и остаются, ну, как бы раскрываются своими характерами, своими судьбами для молодого поколения, которое, может быть, книг читает меньше, а вот в интернете ориентируются гораздо более свободно, чем люди старшего поколения. Сегодня в программе очевидец была историк и руководитель сайта «Русские в Латвии» Татьяна Фейгмана. Спасибо огромное за участие, я думаю, что мы еще встретимся. Программу провела Людмила Прибыльская, звукорежиссер студии Родион Золотарев. Спасибо большое, до встречи через неделю.